Знаете, какая это прелесть. В то время, когда у всех бамбук, поразмышлять о том, сколько стоит дать и далеко не бамбук тем, кто рано или поздно нас заменит. Еще более актуально это для перцев из 70-х, 20-го века. Напомним, игр практически не было, игрушек тоже. Вот туда бы Орион. Да не дано. Теперь о дне сегодняшнем. Вот мне задают вопрос. Реш, а ты можешь за 1000 рублей сделать все же? Да я могу за бесплатно сделать. Если это для пользы дело. В данном конкретном случае для пользы нашего молодого дело, то есть детей. Потому что это было 20 лет назад. Завел ребенка. Тут и кризис, и все остальное. И машину не купить. Надо ли это сейчас? Непонятно. Потому что когда ребенок скажет, что папа, я хочу серьезную машину, я ему, наверное, тогда и куплю. Но сегодня-то, когда ребенку год там 10 месяцев, год с небольшим, 2 года, да без разницы сколько. Дело в том, что надо понимать, что ближайшая хорошая жизнь для России это не скоро. Хотя она есть. То есть если вы, допустим, не паритесь и жена у вас не кукует по сверхдорогим вещам, то заведя второго ребенка, можно себе сделать ремонт или улучшить жилищные условия. А если еще и третьего взять, и четвертого, и пятого из детских домов, благо сейчас-то возможно сделать, то, извините, за каждого ребенка, каждому родителю будет по 30 тысяч рублей. А теперь я вам покажу, сколько здесь можно купить всего за 1000. Я специально попытался собрать здесь мнение мое, человека по-детски больного на игрушки, и мнение тех, кто не так гигнут, как я, с целью оторваться всей семьей. И вы знаете, кое-что получилось. Ну а раз мы уж начали этот разговор в преддверии двух праздников, 25 февраля и 8 марта, наконец-таки они оба выходные, то и для будущих защитников Отечества, и для тех, кто рано или поздно станет мамами, Орион приготовил своеобразные подарки. К примеру, очень понравились моей супруге. Дело в том, что мы сюда заходили, в прошлый раз вам показывали куклу, которая и плачет, и разговаривает, и смеется. Но здесь есть еще и покруче. Вот такие шикарнейшие наборы, в которых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, платив, набор обуви, фена и все остальное. При этом цена вопроса 500 рублей. Кстати, меня тут один молодой человек спросил, а как насчет того, чтобы за 100 рублей-то купить? Ну не 100, ну 500. А еще меня задел упрек зрителей из тех, что смотрит внимательно. Ему нужны были цены ниже 100 рублей. Я сказал честно, найду и отомчу. Подскажите, как здесь цены в Варене? Нормальные. Ну вот вы наверняка заходили в другие магазины игрушек, а там как с ценой? Ну здесь, скажем так, ниже, чем в обыкновенном магазине, допустим, в черте города. Этот магазин находится практически за чертой города. Здесь пора меньше. То есть есть смысл сюда приехать и потратить тысячу рублей, чтобы ребенку целую кучу игрушек купить? Ну да, в принципе можно. Конечно, можно и даже нужно. Мы, родители помнящие, понимаем, что в тот момент, когда на ногах настоялся и даже перестоялся, чуть опуститься надо в своих понтах и больше удовольствия дать и счастья. К слову про то, что Орион заточен, просто заточен теперь еще и на девочек. Мы как-то здесь вот проходили, так немножко беседовали, но в этот раз, и перед 8 марта, так, я вам показывал за 500 рублей, да, куклу с одним вот таким ассортиментом одежды. А за 730 рублей есть еще покруче. То есть здесь вообще даже, ну, платьев, наверное, 30, плюс сережки, плюс все остальное и вот этот новый ассортимент. Девушки, не будьте похожими на страшных крокодилов. Я не понимаю вот эту особенность людей, которые там спится себе в нос вставляется, да, там дырки, это неправильно все. Если с головой совсем тускло, то лучше не в России. В России мы любим красоту, а делается она очень легко. Берется куколка и наводится на ней порядочек. Такого нигде не было, а сегодня это есть в Орионе. Ну, и цена такая, 400 рублей на редиска, на 80 рублей 4 штуки. Ну, мы-то не за этим сюда приехали, в преддверии праздников замечательных. Я в свое время как-то сыну купил гараж. Он очень клевый, мы до сих пор с ним супер играем. И даже невзирая на то, что разочек на него наступил, ну, пришлось заклеить. Вот, для девочек. Я, честно говоря, скоро уже буду требовать, вот тот человек тут камеру держит, чтобы пора сходить. Домики настоящие, со спальнями, с каминами, с гостиным залом. Ну, что еще надо? Просто маленькую девочку. Так, дал я немножко мстя. Шесть машинок за нормальных 80 рублей. Блин, буду в следующий раз специально передачу посвящу тому, сколько здесь можно за сумму меньше 100 рублей купить. Хотя дяди и тети и просто человеки. Не бухать надо при детях, а заниматься и развиваться. Когда вот ребенок появляется дома, вам необходимо рано или поздно задуматься, что игрушки это очень-очень хорошо. А что же дальше делать? Как вот развиться-то? То есть, как научиться считать, писать, что-то конструировать? И вот с этой точки зрения Орион сегодня в центре своей замечательной экспозиции приготовил целый набор. К примеру, как вот из дерева собрать машинку. Все нарезано, просто надо собрать. Ничего сложного нету. Где ребенку объяснить, кто такой петух, кто такой собак, теленок и все остальное? Кое-чего прочего, пожалуйста, конструктора. Очень удобная штука. Когда ребенку больше двух лет, то он уже начинает что-то придумывать. Вертеться, крутиться. А что будет дальше, когда разговаривать начнет? И вот для этого, пожалуйста, есть и монополии, есть и автомобильные заводы, большие гонки, биатлон, морская пехота, автомобильный завод. Да много чего. То есть как-то так вот все заточено на развитие вашего сына. Понимаете, о чем я? Да и мне пора. А то скоро будет очень много вопросов, из чего это сделано и куда это ставить. А имея наглядный пример, сделать это получится быстрее. Скажите, пожалуйста, как здесь цены в Орионе? Доступные, мы часто здесь бываем. Часто бываете, да? Ну, сколько вот может потратить пенсионер, допустим, на своего любимого внука? Смотря какой у него доход, может и до тысячи, и до двух потратить. Всегда найдете, что купить? Да, конечно, всегда найду. И это даже без вопросов. Да, супер-мегаассортимент расхватали. Но я не видел ни одного человека, который бы вышел отсюда без подарка ребенку. Ну, так вот, я надеюсь, что мы мимо этого пойдем. Если я мимо этого не пройду, значит, мне необходимо будет, естественно, заняться конструированием. Конструированием, но не из Лего. Я вообще Лего посмотрел. Простите, я не совсем понимаю, за что нам вообще деньги платятся. Потому что за ту же самую цену, но даже дешевле, в пять раз, можно купить настоящий, там, джедайский самолет, истребитель. А все остальное, ну, какой смысл? Тем более, цены, вопрос, это 780-800 рублей. То есть, как бы, ну, это даже не цена, а вопрос. Я специально про цены. Если папа и мама ставят рядом автомобиль с домом, то дети, простая математика говорит о том, что без тысячи рублей для вас жизнь не айс. А сегодня опять не будет вам рассказа о электрическом подразделении. В смысле, там, где надо ездить. Потому что у нас впереди еще три месяца зимы. Ну, практически три. Смотря, как повезет. То есть, февраль, март, и я думаю, что еще и апрель. Потому что то, что в прошлом году повторилось, если повторится в этом году, для меня будет лично странным немножко. А раз у нас все-таки еще зима впереди, то есть варианты покататься на ледянках. О! Причем они тут самые дешевые. Некоторые за 65 рублей. Вот. Все остальное, то есть, теперь уже для мальчиков. Раз для мальчиков, то вот он. Вот он. Надо в бокс поиграть. Есть и боксерские груши. Надо что-то построить. Ничего такой, конструктор, да? 1800 рублей. В наличии. Ну, и, естественно, автомобили. С ценовым диапазоном от 200 рублей. Ну, честно говоря, ну, до 500. Это тоже не совсем большие деньги. А тут все такое. Зашел и 100% нашел. Либо игрухи, либо познавахи. Либо то и другое вместе. Либо просто счастья дофига. Четыре года, и вы здесь игрушки берете? Да. А вы вообще, как бы, ну, в другие магазины заходите? Частенько? Сегодня сюда первый раз. И как цены? Низкие, хорошие. Да я про то. Цены в три раза дешевле, чем в сетевиках. И в два раза дешевле, чем где-либо вообще. Ну, не заехать-то в Орион. Это просто глупо. Доведите эту мысль, детишки, до мозгов родителей. Ну, то, что я сегодня не в футболке, не совсем убритый, это все нормально. Просто некогда было. Делами занимались. А к слову о том, что нас немножко упрекнули, а есть ли тут вещи за 100 рублей? Да есть и за 100 рублей. Есть и дешевле. Есть и за 130. За 130. Вот целый набор, да? Автомат, три гранаты. Ну, все, для полиции то, что нужно. Еще и маленькая собачка есть. А что более понравилось, я задавал вопрос. Говорю, Ориона, вы когда мне пушки привезете? Вот они привезли пушки. То есть очень скоро мы устроим дома настоящую пальбу. Бабах! Будет клево. Ну, ладно. А если охота за какие-то 350 рублей полетать на самолете, пострелять из пушки, бронетранспортера, ракетницы, покататься на крейсере. Тут много чего есть, кстати. Так-то, ну, немало, да? 350 рублей. Целиком устроили военный городочек. Но для тех, кто хочет посерьезнее поиграть, еще, естественно, хоккей, бильярд и много чего. Итак, куда? Йок. Если бы не последний человек, думаю, не пришлось бы в очередной раз винтить эту мозговую схему проезда. Мальчики и девочки, и даже если вы не из магнитки, то зонтик нашей звездочки позволяет вам заказать схему проезда. На север магнитки, на вокзальную, тут в сторону озеро Соленое, и на фирменном повороте направо, а там через два поворота направо. И вот вам Орион. Итак, 500 рублей я и 500 рублей супруга моя. Итого 1000 рублей. Немаленькие пакетики, да? Еще раз говорю, что Орион это то место, где вы даете детям счастье. Счастье детское, это игрушки и ваша любовь. А если у вас не хватает времени детям дать любви побольше, ну тут надо что-то менять. Лично я считаю, что, имея такой вот опыт безотцовщины и безматеринщины, больше надо внимания детям уделять и дарить им все какие-то небольшие денежки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!